О наиболее заметных событиях понедельника, минувших выходных, расскажем в выпуске главных новостей. Здравствуйте, в студии Дмитрий Постовой. Итак, смотрите сегодня. Я абсолютно убежден в том, что если самому туда не ходить, не смотреть, это не достроить. Снова в объезд. Губернатор области еще раз лично проверил работу на трех юбилейных стройках. Нашли и обезвредили. Под Орлом накрыли преступную группировку, промышлявшую разбоем и нападением на бизнесменов. 23-я школа, у нас пожар. К учебному году готовятся все. Пожарные проверяют школы, а сотрудники ГИБДД мониторят состояние пешеходных переходов. Это большая мотивация для детей. Открытый чемпион. Впервые наш прославленный боксер Эдуард Трояновский провел тренировку на публике. В первый день рабочей недели губернатор Вадим Потомский и члены правительства вновь проинспектировали юбилейные объекты. В центре внимания дорога на Раздольный и Центральный стадион. Нерядовой повод был и для визита в городской парк. Наталья Пехтерева с подробностями. Сказать, что это долгожданный объект, не сказать ничего по проекту «Ожиданием горожан» суждено сбыться в будущем году. Губернатор Вадим Потомский поставил задачу сроки значительно сократить вместо лета 2016-го – ноябрь 2015-го. Главу дорожной службы Евгения Гончаренко сжатые сроки не смутили. Есть финансирование, техника, специалисты. 150 человек будут трудиться на объекте. Темпы не в ущерб качеству. Формировать уже на этой неделе дорожную одежду, начиная от улицы Бурово. В ноябре должны этот проезд открыть. Раздольные объекты списка сложных. Орловчан приезжали консультировать специалисты ведущих проектных институтов страны. На личном контроле ситуация у главы области. Все службы города пошли навстречу, согласно указанию Вадима Вадимовича. Произошло согласование с облгазом о замене металлической трубы, которую мы должны были бы ждать изготовления два месяца на полиэтиленовую. То есть я, как специалист дорожник, не вижу проблем для того, чтобы ввести этот объект в открыт движение в ноябре месяце. Оценив ход работ, Вадим Потомский дал ряд поручений. Жители окрестных домов тоже должны радоваться новой дороге, а не наоборот. Мне немножко проектное решение непонятно. Не мы их принимали, эти проектные решения, но для конкретно одного дома, это люди с своих окон будут видеть просто дорогу. Причем не просто дорогу, а красоту этой дороги. Они будут упираться в скаты этой дороги, в уклоны этой дороги. Сейчас дал команду в течение суток сделали предложение по какому-то дополнительному техническому решению, для того, чтобы эти контуры-уклоны, куда будут уходить ливневая канализация, можно было, используя физику, правильно вывести эти потоки, что и тем самым, не подымая на 2,5 метра уровень полотна дороги, сохранить людям возможность жить в нормальных квартирах. На стадионе имени Ленина продолжается заключительный этап реконструкции. Я считаю, эту западную трибуну надо снести целиком и полностью. И найти организацию, которая предложит решение вопроса по самому покрытию футбольного поля. Потому что для игры в футбол, я не футболист, но я считаю, что наши футболисты, орловские, меня в этом целиком полностью поддерживают, но считают, что это поле не подготовлено для и тренировок, и в том числе и для того, чтобы проводить здесь турнирные игры. Поэтому будем дальше заниматься всеми этими объектами юбилейного 450-летия. И абсолютно убеждены в том, что если самому туда не ходить, не смотреть, это не достроит. Перспективы могут появиться у этого заброшенного здания. Ему нужно найти хорошее применение, говорит губернатор. Его взять на 2017 год и здесь сделать дворец единоборств. Хотя в 2016 потихоньку, если найдем нормального инвестора, сейчас можно будет его сейчас запускать. А это место отдыха в центре Орла тоже нуждается в кардинальных переменах. Городской парк должен преобразиться к юбилею, считают орловчане. Аттракционов больше. Да, наверное, больше аттракционов, и мы бы, наверное, положили новый асфальт. Перемены в городском парке планирует одна из московских компаний. Потенциальные инвесторы уже наметили фронт работ. Наверное, что-то вроде сделаем парка Горького в Москве, чтобы такие бы же были пространства для детей, для спортсменов. Сегодня инвестор, который изъявил желание вложить сюда деньги, и немалые деньги, и настрой у него мы видим такой боевой, потому что мы слышим, что он хочет уже закончить работы по благоустройству парка к 450-летию, к нашему празднику великому. В администрации региона говорят так. Те, кто строит, ремонтирует, благоустраивает, должны знать, что качество их работ оценивают не только власти, но и орловчане. Поразошли большие изменения в лучшую сторону. Обратите внимание, что чисто в городе стало. Надо все держать под контролем. Губернатором большинство населения довольны, потому что он затрагивает социальные проблемы, дороги благоустраивает, набережную. Уже сейчас понятно, что свое 450-летие наш город встретит серьезно преобразившимся. Что касается контроля, то орловчане и власти говорят так. Его много не бывает. Наталья Пехтерева, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Победители областного конкурса «Ветеранское подворье» поздравляли в понедельник в администрации региона. На аппаратном совещании дипломы и премии вручил губернатор Вадим Потомский. К теме АПК вернулись снова, когда речь зашла о ходе сельхозработ. Уборку озимых закончили 23 района. В шести районах ведется уборка сахарной свеклы. Сахарная свекла убрана с площади 6 170 гектаров или 11,7%. Накопано 172 590 тонн. Каждое совещание в администрации региона не обходится без обсуждения темы 450-летия. С целью форсирования работ на объектах на прошлой неделе было принято решение погасить имеющую кредиторскую задолженность. У нас она и по объектам строительства, в общем-то, и через 50 лет сформировалась в сумме 82 миллиона рублей. Сегодня она будет направлена. Это даст еще один толчок. Речь идет о школах. 27-я школа в частности. На минувшей неделе Вадим Потомский проинспектировал ряд объектов. О том, как выполняются поручения губернатора, проинформировали на аппаратном совещании. По объекту детский сад в Ботанике, там, где он уже в завершающей стадии, заводятся тогда субподрядчики. Это субподрядчики, которые будут за свои средства параллельно устанавливать двери, сантехнику, класть линолеум и выполнять работы по слаботочке. Сложности есть в реализации ряда соглашений с министерствами, в частности, здравоохранения и образования. Вадим Потомский намерен обратиться к руководству Российской Федерации. Готовьте это письмо. Я буду просить встречи с председателями правительства, чтобы там есть и наша ошибка, и, я считаю, и Минфина, и Минздрава, и Минобра. То есть есть некоторые несогласованности, которые надо, чтобы председатель не мешался. Решение еще одного вопроса, который обозначил губернатор на совещании, ждут многие орловчане. Соседство с питейными заведениями нередко доставляет серьезное неудобство жильцам. Люди жалуются, потому что под видом, что это общественное питание, на самом деле там продается пиво или какие-то другие напитки, да, и, соответственно, никакой санитарии в этом не предусмотрено. Значит, на сегодняшний день это 72 объекта, всех их надо проверить. И если вы где-то выявляете несоблюдение норм санитарных, принимайте соответствующие меры. Также на аппаратном совещании рассмотрели вопрос обеспечения безопасности вблизи учреждений образования. В 2015 году из Дорожного фонда дополнительно выделено 16 миллионов рублей на приведение в соответствии новым национальным стандартам безопасности почти 30 пешеходных переходов в Орле, Вамценске и Ливнах. Под Орлом полицейские задержали организованную преступную группировку, которая специализировалась на похищении бизнесменов. Похитители предположительно орудовали на территориях Орловской, Тульской, Владимирской, Курской, Калужской областей. Подозреваемые предложили предпринимателям из Краснодарского края приобрести партию крупного рогатого скота. Цена была настолько низкой, что бизнесмены в считанные дни приехали за товаром. Гостей задержанное встретили в специально снятом доме в деревне Пронина. На нас было совершено нападение. Мы были связаны, надели на голову чулки, угрожали, расправили, вымогали деньги. Наличных у потерпевших с собой не оказалось. Предполагаемые преступники начали их избивать и требовать, чтобы бизнесмены перевели деньги на их счет. Полицейские тем временем успели подготовить спецоперацию по освобождению заложников. Коттедж был обнесен двухметровым металлическим забором. Сначала спецназовцы выстроились в живую лестницу, проникли на территорию двора. Затем незаметно открыли ворота и ворвались в коттедж. Это было сделано как нельзя вовремя. Задержав пятерых членов группы, Орловские полицейские обнаружили в одной из комнат двух избитых и связанных мужчин. Среди задержанных оказался мужчина, ранее осужденный за схожие преступления. Признательные показания он дал сразу. Приехали, сняли дом, хотели денег заработать. В связи с чем деньги? Под угрозой? Под воздействием силы. Под воздействием силы? Какую сумму хотели завладеть? 500 тысяч. Сейчас подозреваемые проверяются на причастие к аналогичным нераскрытым преступлениям, совершенных в соседних областях. Их личностью установлены все они граждане сопредельных с Россией государств. В Орле накануне Дня знаний был проведен мониторинг обустройства пешеходных переходов вблизи школ. Акция имела всероссийский масштаб. В регионах с этой целью объединились активисты Народного фронта и инспекторы ГИБДД. Безопасность ли дорога в школу проверяли лично. Об итогах расскажет Ксения Туркова. Я помню свои школьные годы, это было не так давно. Особенно когда ты маленький, особенно первые месяцы школы, ты невнимательный. Для самых маленьких и рассеянных около зебр появились вот такие памятки. На дороге цветные метки накануне Дня знаний наносили во всех регионах России. И мы в том числе подключились. Мы сами участвуем в этом процессе. И фактически хотели бы, чтобы наши школьники, их родители, прежде чем без оглядки перебегать улицу, посмотрели то, что мы сейчас здесь печатаем, расписываем. Эта всероссийская акция на дорогах Орла уже в ближайшее время получит свое главное продолжение. Пешеходные переходы около школ планируют оборудовать средствами техрегулирования. В этом году будет поставлено у нас 16 светофоров Т7 и 4 транспортных светофора. Всего 20 учебных заведений планируется обустроить именно таким средством технического регулирования. О необходимости этих мер говорили и случайные прохожие. Водители уступают пешеходам на пешеходных переходах. Только пешеходных переходов мало. Ни полицейского нет, ни светофора нет. Машины сверху несутся. Ну, с огромной скоростью. Естественно, водители не забывают, что у них, наверное, у самих есть дети. Сами они иногда являются пешеходами. Это самое главное. О правилах ПДД уже вскоре напомнят маленьким пешеходам и в школах, как только малыши сядут за парты. Стараемся прививать нашим воспитанникам правила безопасного поведения на дорогах. Это и уголок безопасности нас отложен. И классные часы мы проводим. Мы посвящаем наших детей, первоклассников, пешеходов. Вот у нас буквально готовимся уже к проведению этой акции. Ксения Туркова, Антон Яковлев, Селеканал Первый областной. Вечером воскресенья на улице Герцена у моста «Жигули 5-й модели» сбили 17-летнюю девушку. Компания подростков хотела перейти прилегающую к мосту развязку. «Жигули» ехали по той самой развязке к выезду на Герцена. Со слов водителя девушка споткнулась и упала на водительскую дверь. Удар был покасательный. В «Жигулях» сломано зеркало у пострадавшей ссадины и царапины на лице. Водитель выезжал с прилегающей территории, поэтому ехал не быстро. Пешеходный переход в этом месте не обозначен, но подразумевается. В общем, в том, кто виноват, еще предстоит разобраться. Ситуация спорная. Орловские пожарные перед первым сентября традиционно тренируются тушить школы области. Такие открытые уроки для пожарных и директоров должны пройти во всех учебных заведениях. Первой стала недавно реконструированная 23-я школа. Подробности смотрите далее. Большая пожарная машина, обычно со свистом, подлетающая к очагу возгорания, сегодня не особенно расторопна. Дело не в водителе. На то, чтобы повернуть с неширокой улицы Пончука в узкие школьные ворота, уходят лишние секунды. 23-я школа у нас пожарная. А у них тоже 4, 323. 3 человека осталось. 3 человека осталось. На небольшом школьном дворе помещаются две пожарные цистерны и автолестница. По ней будут спускать одного из пострадавших. Зрителями этих показательных учений были директора всех орловских школ. Их собрали на предварительный инструктаж. С директорами школ был проведен подробный инструктаж перед началом учебного года о поведении случаев пожара, о действии случаев пожара, а также доведены требования новых нормативных документов. Остальных пострадавших эвакуировали по школьным лестничным маршам. Для спасателей география внутренних помещений этого здания после реконструкции оказалась новой. Тем не менее, с поставленной задачей они справились в отведенное для этого время. Справились они на твердую, скажем так, четверочку, потому что любое учение, как бы уже заранее, понятно, даже нет того настроек, как в реальном событии. Конечно, реальные события они уже показывают, что учения, которые проводятся раньше, они просто так не проходят. Естественно, остаются как-то их подпечатать. 23-я школа – не последний адрес, по которому предстоит провести учения спасателям. Развертывания на месте предстоят всем школам. Большинство из них к тому времени, как подойдет очередь, уже откроют двери для учеников. Елена Майорова, Илья Берео, Антон Яковлев, телеканал «Первый областной». О спорте. Команда «Первого областного» приняла участие в первом Кубке Орловской митрополии по футболу. Для участия в соревнованиях заявились 9 сборных. Половина из них представляла облагочение, а другая защищала честь районов или трудовых коллективов. Турнир был организован по правилам миди-футбола, когда в каждой команде одновременно играют по 8 футболистов. По итогам соревнований первое место досталось знаменско-хатынецкому благочению, вторыми закончили турнир футболисты «Дюз Шумценск». Команда «Первого областного» телеканала замкнула пьедестал. Победители и призеры получили кубки, грамоты, медали и памятные подарки. Накануне своего боя в Дрездене Эдуард Трояновский провел публичную тренировку. Мероприятие собрало множество людей, в их числе спортсмены, подростки, да и просто неравнодушные к боксу люди. Разминки чемпиона мира предшествовали показательные выступления юных боксеров и кикбоксеров. Алана Воженина расскажет подробности. Площадь вокруг ринга быстро заполнялась людьми. Несмотря на ветреную погоду, к часу дня уже не было свободных мест. Александр Муромский в числе тех, кто пришел одним из первых. Когда Эдуард сказал, что у него 5 сентября в Дрездене будет бой, и он бы хотел у себя на родине провести такую открытую тренировку для моральной поддержки, для определенного настроя. Я говорю, Эдуард, мы тебя максимально поддержим. Тренировки предшествовали показательные бои по кикбоксингу и боксу. Наблюдать их можно было прямо вблизи ринга. Леонид Музалевский, тоже пришедший поддержать орловского боксера, отметил, что пропаганда спорта остро необходима в наше время. Сегодняшнее мероприятие, оно еще раз должно показать нашей молодежи, что лучше заниматься спортом, чем заниматься пьянством, наркотиками, да и компьютерными играми, часами просиживать у телевизора, у компьютера. Выход Эдуарда Троянузского встретили овациями. Чемпион мира продемонстрировал основные упражнения со своей каждодневной тренировки. Проводить публичные бои для Трояновского не в диковинку. А вот публичная тренировка – это что-то новое. Можно сказать, что сегодня наш спортсмен раскрылся в новом жанре. Когда ты делаешь показательную тренировку или показательную наступление, то там минимально боевая ситуация, а максимально, конечно, давление и ажиотаж, который складывается вокруг ринга. Преодолеть своего рода стресс Трояновскому помогли юные зрители. Пришли маленькие ребятишки, и не только маленькие. Они будут смотреть на это, будут стремиться, будут знать, что они тоже могут. То есть это большая мотивация для детей. Работать с детьми – давняя мечта Эдуарда. И, возможно, в ближайшее время она воплотится в жизнь. Наш министр спорта публично заявил о том, что в Орле скоро откроется академия бокса, главным тренером в которой будет непобежденный Трояновский. Чтобы Эдуард знал, что у него есть свой дом здесь, в Орловской области, куда он может прийти, где он может передать те уникальные знания, которые у него есть для того, чтобы достигать самых вершин уже для наших молодых боксеров. Но перед этим нашему спортсмену предстоит нелегкое испытание. На кону защита титула чемпиона мира по версии IBO. Бой будет проходить в немецком Дрездене. Соперником Трояновскому утвержден также незнающий поражение Джулиус Индонго из Намибии. Кстати, до этого двое претендентов отказались боксировать с Эдуардом, чтобы не портить себе рейтинг. Соперник у него очень неудобный, непредсказуемый, тоже прекрасный рейтинг. Поэтому будем надеяться на то, что Эдуард выиграет. Тренер Эдуарда заверил о полной готовности спортсмена выйти в ринг. Очень хороший боксер, перспективный. Вижу, над чем нам надо можно работать. Он победит? Однозначно. Следить за ходом поединка 5 сентября будет возможно через интернет. Алла Новоженина, Эдуард Черналовскас, телеканал Первый областной. Воскресенье. 17-летний орловский бриллиант Влад Туйнов в рамках большого турнира W5 Grand Prix X в Москве выиграл свой очередной бой. На этот раз был повержен 26-летний неаполитанец Лука Донадио. К августовскому турниру Туйнов готовился вместе с чемпионом мира по боксу Эдуардом Трояновским. Серьезным испытанием для Влада, вопреки предсказаниям экспертов, этот боец не стал. В первом же раунде на итальянца обрушился град ударов от нашего земляка. На ногах он удержался, но в перерыве от продолжения боя отказался. После этого у 17-летнего орловского бриллианта стало 17 побед в 17 поединках. И на сегодня это все. Интересную информацию продолжайте сообщать нам по телефону редакции 76 10 28, а также пишите на сайт obladin.ru. В студии был Дмитрий Пустовой. Всего доброго. Увидимся завтра. Федеральное государственное унитарное предприятие Стрелецкое реализует для посева подорожа 2016 года высококачественные семена элиты озимых зерновых культур следующих сортов. Пшеница зимая, Московская 39 и Немчиновская 57. Роша зимая, Валдай, Таловская 41. Дополнительная информация по телефонам 40 33 35 40 36 91. Пункт погрузки Орловская область, Орловский район, поселок Стрелецкий. Сейте лучшим, получайте прибыль, будьте успешными. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фотосувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел Шумяна 37, первый этаж. Звони 760908. Скидка 20% и озеленение в подарок. danilomaster.ru Экспресс-радио представляет. Первый в Орле. Фестиваль охота на дичь. Пятого сентября на сцене Грин Эйр. Фон ковра. The Age. The 12. The Bodies. The Bodies. The Lows. The Rokodilas. Coffee Show. Яйцы. Выдержи. Лампасы. А также победитель проекта Охота на дичь. Которого выбираете вы. Пятое сентября. Грин Эйр. Начало в 16 часов. Наши партнеры. Город развлечений ТМК Грин. Компания Барс Авто. Автосервис и сеть фирменных магазинов автозапчастей в Орле и Орловской области. Праздничное агентство Светланы Нарышкиной. Артист. Сделай свой лучший праздник. Мобильный оператор Теле2. Качественная связь и скоростной интернет по низким ценам. Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44-40-20. Субтитры предоставил DimaTorzok Охота на дичь продолжается. Отправь бесплатное СМС-сообщение с номером понравившейся группы на короткий номер 403. Группа Даниэль Джон Хэт. СМС с цифрой 1. Селф Рейсерс цифра 2. За группу Экскалибур цифра 3. Пятое августа цифра 4. Сваток 5. Группа Токи цифра 6. Хэви Рейд. Отправь цифру 7. За Манки Позишн цифру 8 на короткий номер 403. Группа Победителя объявим 1 сентября. Спеши, именно твой голос может стать решающим. Внимание, голосование доступно только абонентам Теледва. Одно СМС-сообщение с одного номера.